МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Успеть до заморозков. На селе заканчивают уборочную, в городах спешат сделать запасы. Под круглосуточным присмотром чебоксарские дворы оснащаются видеокамерами, шлагбаумами и прочими атрибутами безопасности. Раз, два, взяли! В Бресенском районе прошел гиревой турнир на призы спикера республиканского парламента. Основная задача предстоящей недели – собрать урожай с полей. Сейчас в республике убраны 85% пассивных площадей. В трех районах уборочная практически завершена. В передовиках Яльчикский, Батревский и Порецкий районы. Ежедневные дожди осложняют работу. Зерно приходит с полей влажное. Задачу поставили и хлебоприемные предприятия, и продовольственные продукты, и продовольственный фонд. Все работают в сушилке для того, чтобы принимать зерно от сельхозного производителя, который не имеет возможности сушить. На этой неделе зерновые все же планируют убрать полностью. Остаются овощи и картофель. Картофель убран с площадью 2,6 тысяч гектаров. Это на практически 1200 гектаров больше, чем в прошлом году. И урожайность в этом году выше картофель 223 центнеров с одного гектара. В прошлом году было 165 на эту дату. Ярмарки «Дары осени» в разгаре. В Чебоксарах определены 4 основных торговых места и дополнительно 20 открытых торговых площадок. Но у Чебоксарских 6, а в Алатаре 5, в Шумерле 4 и 1 в Канаше. В продажах принимает участие сельхозтоваропроизводители со всех районов республики. Цены на ярмарки у нас снижаются. И вот картофель уже стоит 9-10 рублей за 1 килограмм. Капуста 7-9, лук репчатый 11-18, морковь 14-20 рублей. Это практически на 30-40% дешевле, чем в магазинах. За выходные в городах республики продано 265 тонн овощей на сумму более чем 3 миллиона рублей. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев призвал муниципалитета проконтролировать создание необходимого запаса продуктов питания социальными учреждениями, чтобы стоимость обедов в них была разумной. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня вторую половину дня Михаил Игнатьев провел в Алатарском, Парецком районах и Шумерле. В центре внимания сефазимых культур работают централизованные клубные системы Алатарского района, уборка льна на полях Парецкого района. Более подробно об этом смотрите в нашем завтрашнем выпуске программы Республика. А сейчас к другим темам. 7 сентября временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о проведении в 2016 году в Республике Года Человека Труда. В целях обеспечения устойчивого развития Чувашской Республики в современных экономических условиях, формирования в обществе уважительного отношения к труду и человеку труда, создания благоприятных конкурентных условий для трудовой деятельности, и постановляя обеи Чувашской Республики в 2016 год, Годом Человека Труда. В первую очередь оценил указ председатель Чуваш-Ресовпрофа Анатолий Коршунов. Именно его ведомство призвано защищать интересы Человека Труда. Мы благодарны за то, что такой указ есть, потому что это, конечно же, будет прославлять Человека Труда. Конечно же, этот указ будет способствовать тому, чтобы обращалось внимание и на повышение заработной платы, и на то, чтобы улучшались условия и охраны труда. 13 сентября в Республике пройдут выборы главы Чуваши, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. О том, как идет подготовка к единому дню голосования, сегодня на еженедельной планерке рассказал руководитель Центральной избирательной комиссии Республики Александр Цветков. Избирательная кампания вступила в завершающую силу. Уже в это воскресенье жители определятся со своим выбором. Выборы все-таки главы Республики у нас проходят очень спокойно, ни одной жалобы. Все кандидаты ведут себя очень достойно, друг на друга не жалуются. Гораздо активнее действуют конкуренты на выборах в органы местного самоуправления. Зарегистрированы более 7 тысяч кандидатов. В Чебоксарах выборы пройдут по смешанной системе. На 22 места по единому округу претендуют представители 7 партий. 4 сентября Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала на выборы в Чебоксарское городское собрание региональный список партии патриотов России. Муниципальная избирательная комиссия Чебоксар в минувшую субботу включила партию в бюллетени. Особенно выборы по городу Чебоксара проходят очень активно. И кандидаты, и партии активно участвуют, судятся друг с другом, жалобы друг на друга пишут. Но это нормальные рабочие моменты, без этого не обходится ни одна избирательная компания. Есть и некоторые злоупотребления со стороны кандидатов отдельных нарушений, вплоть до того, что срывают агитационный материал друг к другу. Но еще раз повторю, это рабочие моменты, без этого ни одна избирательная компания не обходится. И говорить о том, что у нас какие-то особо сложные, особо грязные выборы, я бы не стал. Потому что хотя бы сравнить с тем, что происходит в других субъектах, мне кажется, в этом плане у нас все проходит намного спокойнее. Все 1384 территориальной избирательной комиссии республики уже начали работу в полном объеме. Сверяют списки избирателей, рассылают приглашения, проводят досрочное голосование. По словам Александра Цветкова, сейчас ЦИК Республики работает над тем, чтобы проголосовать 13 сентября смогли маломобильные группы населения, а также граждане, которые находятся в изоляторах временного содержания. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев укрепил свои позиции в первом дивизионе лидеров рейтинга глав субъектов Российской Федерации, проведенном Федеральным центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Согласно исследованию, по итогам июля-августа Михаил Игнатьев поднялся на 4 позиции и занял 21 место. Итоги рейтинга нашей телерадиокомпании прокомментировала депутат Госдумы Алена Аршинова. Это действительно приятно, что Михаил Васильевич Игнатьев, как лидер, как временно исполняющий обязанности главы республики, укрепился в рейтинге на 4 позиции, заняв 21 строчку в национальном рейтинге. Я считаю, что это значительный успех. И если работа будет столь же эффективной и будет продолжаться в том же темпе, я думаю, что можно предположить, что такая положительная тенденция сохранится. Чем это объясняется, такой успех? Это последовательная политика, которая, на мой взгляд, реализуется направлением и с акцентом на улучшение инвестиционной привлекательности республики. Мы помним, что Человеческая республика была отмечена президентом России Владимиром Путиным, как регион, который вошел в топ-10 самых инвестиционно-привлекательных регионов России, заняв девятую строчку. И мы видим, что в регионе становится все больше иностранных инвесторов, и это говорит как минимум о том, что Чуваша – это надежный партнер в реализации инвестиционных проектов и бизнес-проектов. Мы видим, что Михаил Игнатьев делает ставку на командную работу. Это слаженная работа с опорой на национальное правительство, на депутатский корпус госсовета и на плотное сотрудничество с правительством Российской Федерации и с корпусом депутатов Государственной Думы и конкретно членов Совета Федерации. И что самое главное, чувствуется, что Михаил Васильевич не боится браться за большие проекты, и он делает Чувашию часто стартовой пилотной площадкой для больших федеральных проектов и, что тоже важно, откликается на большие всероссийские масштабные проекты, в том числе и образовательные. Все временно находит средства, софинансирует эти проекты и, конечно... В столичном парке «Пятисотлетие Чебоксар» в минувшие выходные прошел детский праздник, где подвели итоги конкурса рисунков от известной строительной фирмы. Более 300 юных талантов нарисовали на бумаге дом своей мечты. В Рио главы Чувашия Михаил Игнатьев поздравил детей с их первыми творческими победами. Крепкая семья и надежный дом – вот что нужно каждому для по-настоящему счастливой жизни. Однако жилье может выглядеть по-разному. Юные архитекторы приложили максимум фантазии, чтобы изобразить то, что взрослым и не снилось. «Организаторы не рассчитывали на то, что столько детей будет увлеченных, мам, пап, для того, чтобы дети развивали свое мышление, дети свои мечты могли наложить на бумагу, потом красиво все нарисовать, в каком доме или квартире они будут жить. Это вообще здорово. Обращаю внимание детей. Мечты ваши обязательно сбудутся. Надо стремиться к этому». Где-то легкие, воздушные, а где-то совсем не по-детски основательные. Такими изобразили маленькие художники дома своей мечты. Первый билет победителя получила шестилетняя Анастасия Лаврентьева, нарисовав домик, взмывающий в небеса на воздушных шарах. «Внутри у него есть много воздуха и светло у него. В нем могут жить весело и взрослые, и дети. Еще может мой дом летать. Я хотела сказать спасибо всем, всем, особенно моим родителям, потому что они меня любили крепко-крепко и любят». Главными критериями при отборе детских рисунков были, конечно же, неординарный подход и яркость изображения. С этой задачей справились все участники, получив море положительных эмоций на веселом празднике. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. У нас в квартире «Газ». В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники нефтегазовой отрасли. Дата праздника сотрудников нефтегазовой отрасли выбрана, пожалуй, не случайно. Осень – самое время честого тех, благодаря кому в наших домах тепло. Время года сотрудники «Газпром» Межрегионгаз Чебоксары подчеркнули выставкой «Дары осени». В «Газпроме», как нигде, умеют ценить природные богатства. Временно исполняющего обязанности главы Чувашии угощали тыквенным соком и соленьями собственного производства. Подарили набор письменных принадлежностей из дерева. Оказалось, что сварщик свободный от работы время может быть резчиком по дереву, а мастер – пчеловодом. Работа работой, а хобби все равно для души, чтобы не сидеть дома просто. Художественный стиль всегда пригождается везде, в любой работе. Как художник должен быть и при резьбе по дереву, и в сварке тоже. Михаил Игнатьев отметил, сотрудники «Газпрома» многое сделали, чтобы горожанам и селянам жилось комфортно. А как известно, главнее всего погода в доме. «Газпром» Межрегионгаз Чебоксары поставляет природный газ на 4000 промышленных предприятий и 500 тысячам абонентов. Мы являемся лидером по газификации населенных пунктов, по газификации городов. И стратегический проект, который мы с «Газпромом» согласовали, более чем 500 миллионов рублей вложили. И в центре города Чебоксары создали условия для того, чтобы строить многоквартирные жилые дома, чтобы предприниматели малого и среднего бизнеса могли открывать свои дела и создавать высокопроизводительные рабочие места. С учетом всего этого я признателен всем вам. В свой праздник многие сотрудники получили награды. Впрочем, во все времена, когда экономику штормит, главный подарок – стабильность на рабочем месте. А работники газовой сферы в ближайшем будущем без работы точно не останутся. Медрик Ковалев, Ольга Пырочкина и Сергей Рябчиков. Республика. 5 сентября в село Шоршелло приехали гости со всех районов республики и не только. На площади в мемориальном комплексе состоялся праздничный митинг, посвященный 86-летию. Нашего земляка, героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Николаева. 53 года назад Чувашия удивила весь мир. Простой чувашский парень, уроженец села Шоршелло, совершил беспримерный подвиг. Полет космического корабля «Восток-3» навеки обессмертил его имя. И сегодня исполняется ровно 86 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта и нашего земляка Андриана Николаева. Селя Шоршелло в мемориальном комплексе, несмотря на погоду, собралось множество людей. Я хочу сказать, что очень и очень рад и доволен отношением здесь, Чувашии, к Андриану. Андриан этого действительно заслужил. Он был не только отличным космонавтом, не только отличным человеком, он был патриотом и Советского Союза, и, конечно, Чувашии. И я радуюсь тому, какое отношение здесь, Чувашии, Андриану и вообще к космосу. В такой знаменательный для всей республики день памятными медалями Андриана Николаева наградили тех, кто внес большой личный вклад в развитие космонавтики и увековечивание памяти нашего героя. Он всегда говорил, будьте достойными своей Родине, любите свою землю, любите своих родителей, уважительно относитесь к старшему поколению. Я благодарен всем тем близким родственникам Андриана Николаева, благодарен всем тем людям, которые любят свою Родину и занимаются вопросами военно-патриотического воспитания молодежи. Руководитель региона также посетил и село Октябрьское Мариинско-Посадского района. По программе переселения граждан из аварийного жилья семь семей получили ключи от новых квартир. Быстро построили. Квартира достаточно удобная, нравится. Надеюсь, будет теплая. Ждали, наверное, год, но не больше. Вы знаете, что почувствовала? Наверное, радость. Потому что у всех дома, тут квартира, все есть, отопление, и все включено. Поэтому, наверное, это первое, что я испытала, это, наверное, радость. Временно исполняющий обязанности главы республики зашел в несколько квартир и посмотрел, как они благоустроены. Мы по факту в 2017 году завершим программу переселения жителей семей с аварийных домов. Вот сейчас посмотрел, как детишки в квартиру зашли, другую квартиру, где и удобство хорошее, и колонка стоит газовая, и отопление уже включили, потому что прохладная погода, и ванная, и душевая. Конечно, они рады. И они говорят о нас добрые слова, и до дорогого стоит. За это можно работать, за это можно служить народу Чувашской республики. Юлия Важинина, Сергей Рябчиков, Республика. У предстоящей всероссийской сельхозпереписи теперь есть свой талисман. Члены жюри Росстата рассмотрели 374 заявки после строгого отбора, на всеобщее голосование были отобраны 70 работ. В итоге победил рисунок, где сноб пшеницы предстает в удушевленном образе. Изюминка рисунка – яркий василек. Пока у персонажа нет ни имени, ни история, организаторы мероприятия предлагают всем принять участие в создании легенды. Талисман – неформальное дополнение к официальной эмблеме всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая начнет свою работу с 1 июля 2016 года. Большой брат следит за чебоксарцами. В столице республики продолжают развивать систему «Безопасный город». Увеличивается количество видеокамер в чебоксарских дворах. Какой эффект приносит эта программа, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот двор по улице Университетской вооружен до зубов. Круглые сутки за ним наблюдают 18 видеокамер, и на каждом въезде установлены шлагбаумы автоматы. Жильцы дома говорят, что с такой системой безопасности они чувствуют себя, как за каменной стеной. Народ очень доволен. Насчет видеокамер, конечно, это удобно, приятно. Когда на работу уходишь, чувствуешь себя хорошо, потому что защищенность будет, получается. И очень хорошо видно, какие машины заезжают, выезжают со двора. Сейчас видеокамеры наблюдают за дворами 170 многоэтажных домов. Только в Чебоксарах их установлено более 900. Как правило, в чебоксарских домах большой брат наблюдает за всеми подъездами, а также за каждым въездом и выездом во двор. Изображение попадает напрямую в центр управления МВД и хранится на серверах ровно 30 суток. Свою эффективность программа «Безопасный двор» уже показала. Там, где сейчас работают видеокамеры, количество правонарушений сокращается. С момента активной реализации программы «Безопасный город» и «Безопасный двор» уровень преступности по городу в целом снизился на 15%. Но кроме этого, только за 2014 год по отдельным видам преступления, это, например, грабежи и разбой, снижение идет более 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Программа «Безопасный двор» будет развиваться и дальше, отмечают в администрации города. «Есть большое желание жильцов, которые хотят эту программу продолжить, которые хотят установить у себя во дворах видеокамеры. Мы в следующем году будем с учетом заявок смотреть, и, конечно, программа будет развиваться. Софинансирование осуществляют жильцы в небольшом объеме, львиную долю на себя берет софинансирование муниципалитет, и то есть вот по такой схеме будет и в дальнейшем установлена видеокамера». «Безопасными в городе становятся не только дворы. Этим летом видеокамерами оснастили все чебоксарские школы. Контроль круглые сутки ведется в специальном центре МВД». Митрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов провели очередной рейд по взысканию задолженности среди индивидуальных предпринимателей на одном из чебоксарских рынков. Вместо покупателей в торговых рядах – представители органов исполнительной власти. Одна из женщин предпринимателей не выплачивала налоги и обязательные платежи, в результате чего ее долг государству составил более 160 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на реализуемый товар, что заставило хозяйку принять меры по погашению задолженности. Всего в ходе рейда сотрудники управления взыскали почти 230 тысяч рублей по 34 исполнительным производствам. Подобные рейды приставы планируют проводить регулярно. Сезон 2014-2015 года для скороходов страны подошел к концу. Завершил его Кубок России, который уже не первый год проходит в Чебоксарах. Более 120 спортсменов вышли на набережную залива, чтобы разыграть итоговые медали сезона. Как прошел год для спортсменов в Чуваше, смотрите в нашем следующем сюжете. Гостем Кубка стал главный тренер сборной России Юрий Барзаковский. Он оценил завершившийся легкоатлетический сезон в целом как удовлетворительный. Но дальше будет лучше. Были взлеты, были падения некоторые. Безусловно, то, что касается спортивной ходьбы, нам очень не хватало и в Пекине. К сожалению, у нас в этом году не все сошлось в плане, скажем так, довода ребят в Пекин. Но я надеюсь, что все-таки в следующем году все разрешится, все эти санкции уберутся, эта грязь перестанут лить на нас. И все нормализуется, и ходоки еще покажут, что они сильнейшие в мире. Я в этом уверен. Показать, на что они способны спортсменам в следующем сезоне просто необходимо. Впереди череда отборочных соревнований на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Откроет их зимний чемпионат России, но основные старты ожидаются в мае, и пройдут они вновь в Чубоксарах. Это командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Причем у Худаков из Чувашии есть высокие шансы попасть в состав Олимпийской сборной страны, так как итоги минувшего сезона весьма обнадеживающие, отметила старший тренер республиканской команды Олимпиады Иванова. В этом году для нас сезон был вообще удачный. Мы выступили хорошо на Кубке Европы, завоевали там шесть медалей, на летнем чемпионате России хорошо выступили. Далее была универсиада, где Марина Поддакова заняла второе место, и на чемпионате Европы среди юниоров Клавдия Фанасьева заняла первое место, и Мария Лосинова заняла третье место. Сезон сложился хорошо, даже очень хорошо. Мы довольны этим. Главные претенденты в состав легкоатлетической сборной страны не приняли участие в Кубке России, но, несмотря на это, Чувашии без медалей не осталось. Готовились, тяжело было готовиться, но все тяжелее оказалось. Было очень трудно. Я даже сам не верю, что прошел. Летняя Россия 20 километров, сейчас Кубок 35, между 20 и 35 километров. Очень тяжело, разница большая. Хочешь 15 километров, но одолевать очень трудно. Начало сезона у меня было плохим. Я после того, как на России прошла, потом у меня, ну, тяжело очень было на стартах. Я даже на Чувашках еле-еле ходила. А сейчас вот последние два старта я прошла уже хорошо. Всего на счету спортсменов Чувашии на Кубке России пять медалей разного достоинства. Теперь перед скороходами Чувашии стоит задача достойно подготовиться к будущему сезону. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Если журналист на стадионе, значит, он освещает какое-то спортивное событие. Но в минувшие выходные журналисты собрались на стадионе не только ради репортажей. Подробности у Ольги Пырочкиной. Мы, представители средств массовой информации, постоянно соревнуются друг с другом. К примеру, по скорости выдачи материала. Призы, любовь и внимание зрителей и читателей. Но сегодня будут настоящие медали и настоящие скорости. Уже в 77-й раз в середине сентября газета «Советская Чуваша» проводит легкоатлетическую эстафету. На дорожке, где еще совсем недавно профессиональные спортсмены бились за звание чемпионов Европы, вышли журналисты, операторы и режиссеры монтажа республиканских СМИ. Началась эстафета с VIP-забега. Временно исполняющие обязанности главы Чувашии, олимпийская чемпионка, министры, руководители региональных СМИ, районов, городских администраций. Как пел Высоцкий, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. На беговой дорожке плечом к плечу шли те, у кого в жизни совсем разные дистанции. В Рио главы Чувашии делил дорожку с главным тренером сборной России по легкой атлетике. Я пробежался с Юрием Михайловичем рядом впервые. Самое главное удовлетворение, понимаешь, сердца наши рядом. Это здорово, это дух корпоративный, командный. Я хочу выразить огромную благодарность главе республики и также всему региону в его лице за то, что наша сборная команда страны по легкой атлетике готовилась здесь весь сезон. У нас здесь проходили огромное количество соревнований по спортивной ходьбе и отборочный чемпионат мира. Чемпионат страны проходил, также командный чемпионат Европы. Принять командный чемпионат Европы регион принял настолько потрясающе. У нас все иностранцы просто в шоке, в хорошем шоке. От этого они говорят, лучшего чемпионата мы просто не видели и по организации, и вообще по гостеприимству. Поэтому то, что делает Михаил Васильевич в плане спорта и вообще в целом для республики, это огромный плюс и огромное ему за это спасибо. Затем началась настоящая эстафета. Итак, группы команды средств массоинформации. Правилам представителям СМИ не привыкать. От того, как сработает команда, насколько быстро и правильно журналист передаст эстафетную палочку редактору и режиссеру, зависит успех гонки. В итоге команда национальной телерадиокомпании «Чуваший» на пьедестале почета с бронзой. Напутал я, как передавать правильно палочку. До этого говорил, что нужно передавать по-другому. Пошел дождь, было скользко, но мы справились. Мы почти победили. Мы команда! Кроме журналистов, на старт вышли студенты, школьники и спортивные семьи. Самым маленьким участникам едва исполнилось 7 лет. Я была когда-то больше с последкой, можно так сказать, занималась легкой атлетикой. Муж у меня тоже для себя занимается и хоккеем, и футболом, и чуть-чуть бегает. Дочку тоже приучаем к этому, чтобы все-таки были здоровыми. Своим примером надо показывать, что мы живем в спортивной республике. И каждый должен заниматься спортом, чтобы не было вредных привычек. Люди не курили, не употребляли алкоголь. У нас девиз. Мы в Чувашии живем, мы спортсменами растем. Это прививало с самого маленького возраста. У тех, кто в этот раз не получил медали, все равно осталась приятная боль в мышцах и цель на год. В следующий раз обогнать всех. Чувашия продолжает подтверждать свой статус лучшего спортивного региона страны. В календаре республики множество массовых спортивных мероприятий. Так, в минувшие выходные в Ибресинском районе прошел гиревой турнир на призы председателя Государственного совета. По традиции турнир силачей стартует с выступления девушек и женщин. Выходя на соревновательный помост, они с нежностью готовят свой снаряд. У каждой с собой мешочек с мелом. В ближайшие пять минут, а именно столько длится упражнение, гиря не должна выскользнуть из рук. Иначе дисквалификация. Где я учился, где занимался, школа гиревого спорта там очень сильно до сих пор работает. И радует то, что уже девочки такие молодые занимаются этим видом спорта. Кажется, вроде бы не женский вид спорта. Спорт для силачей, но тем не менее приятно, очень красиво. Когда девушки выходят на такой помост. 14-летняя Ксения Тунгулова боролась за победу до последних секунд, когда на помосте уже никого не осталось. 16-килограммовый снаряд она зафиксировала на вытянутой руке над головой 101 раз. Стой, стой, стой. Девушка рассказывает, что свою школу и близких подвести просто не могла. Она тренируется в той самой спортивной секции и у того самого тренера, который больше 30 лет назад. Помог ныне руководителю парламента республики Юрию Попову стать мастером спорта России. Большинство мне помогла сила предков. У нас в семье все поднимали гири. Дед, прадед, отец. И все они были кандидатами или мастерами спорта. И я теперь стараюсь догнать их, стать кандидаткой. Гиревой спорт можно считать одним из самых доступных. Атлету не нужно ни специального помещения, ни дорогостоящего оборудования и экипировки. Лишь пара гирь. Кузницей спортивных талантов в основном являются районы республики. Примечательный факт. Главный тренер сборной страны, рекордсмен России и 11-кратный рекордсмен мира по гиревому спорту тоже выходец из Чувашии. Тренироваться Сергей Кириллов начал в Козловском районе. В Чувашии, наверное, этот регион один из немногих, который давно очень развивает гиревой спорт. И из Чувашии вышло очень много именитых спортсменов. И раньше было, и сейчас продолжают молодые спортсмены. Они входят в состав сборной команды России, завоевывают призовые места на международных и на всероссийских соревнованиях. Я думаю, что в будущем этот турнир получит статус всероссийского турнира. И мы можем даже рассмотреть вопрос о включении его в единый календарный план Министерства спорта с условиями присвоениями нормативов мастеров спорта, педагогов мастеров спорта. От раза к разу турнир на призы спикера Государственного совета Юрия Попова собирает все больше участников. Расширяется география. В Ибрессе приехали побороться атлеты большинства поволжских регионов. В упорнейшей борьбе чувашские гиревики в очередной раз доказали свое превосходство. Даже то, что гиревой спорт в Чувашской республике не так популярен, как легкая атлетика, например, не мешает нашим спортсменам добиваться серьезных результатов, в том числе и на мировой арене. Только этим летом три чувашских гиревика, две девушки и один ветеран, привезли с первенства Европы чемпионские титулы. Ольга Панова, Олег Якимов, Республика. Первый раз в первый класс. Поход ребенка в школу психологи сравнивают с выходом в открытый космос. Вот уже третий год подряд компания «Инфолинг» дарит всем первоклассникам незабываемый подарок. Провести масштабное и яркое мероприятие в Чебоксарах не помешал даже проливной дождь. Репортаж о празднике, а также о новом предложении Сбербанка смотрите далее. А я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Уже традиционно в начале учебного года Красная площадь Чебоксар превращается в огромную аллею первоклассников. На этом баннере написано, кем мечтают стать все новые ученики. Мы хотим в этот день показать нашему городу наших первоклассников. У нас представлено 51 школа, 203 класса. Это все школы нашего города, более 5000 первоклассников. И наши сотрудники в каждой школе делали фотографии всех первых классов и приглашали на праздник. А сегодня, 5 сентября, мы организовали 30 площадок по профессиям. Это самая популярная профессия, тем, кем мечтают стать наши первоклассники. Банкиры, спасатели, водители, актеры, врачи с удовольствием рассказывали о секретах своих профессий подрастающим коллегам. Я сегодня хочу показать деткам, что наша профессия очень интересная. И чтобы они в будущем задумывались о выборе этой профессии. Да, Витя? Хочешь быть врачом? У меня тоже нет. Кажется, нет, не есть. Да. Да, она хочет. Я посмотрела, как лечат стоматологи и подумала, что быть стоматологом – это полезно. Лечить зубы взрослым и детям. А на этой площадке собрались будущие ученые. Смотрите, наша птичка летела-летела и решила отдохнуть на наших пальчиках. Упадет, нет? Проведем эксперимент. Посмотрите, наша птичка не падает. А все дело в том, мои хорошие, почему так у нас происходит, потому что в клювике находится центр тяжести. А у нас центр тяжести в ножках. Мечты у первоклассников разные. В рейтинг самых необычных профессий попали волшебник, министр экономики, дрессировщик дельфинов, мама. Перед вами будущий шеф-повар. Ну, шеф-повар, потому что волшебник будет только готовить, а только пробовать. Работа тематических площадок – только часть праздника. Среди сюрпризов номера лучших творческих коллективов, розыгрыш призов, дегустация детских напитков. Мы сегодня увидели здесь пожарную машину. Военную. Военную машину. Нашли себя на фотографии, вот приехали специально посмотреть. Контакт на зоопарке был всех лучшим. Там он вообще целовался с поросенком, чуть ежика не утащил там, ну вообще все шикарно. Сотрудники компании «Инфолинк» верят, что детские мечты обязательно сбудутся. Главное – успеть загадать желание, пока в небо поднимаются тысячи воздушных шаров. Деньги должны работать. Такого девиза придерживается Сбербанк и помогает найти лучшую работу для ваших средств. Например, новая акция с позитивным названием «Счастливый процент». Промо-вклад рассчитан на клиентов, которые могут открыть счет на сумму более 100 тысяч рублей сроком на 6 или 9 месяцев. Вклад «Счастливый процент» – это на текущий момент наш вклад с максимальной доходностью для массового сегмента. Ставки составляют от 9,8% до 10,1%. Это зависит от срока и от суммы. Если говорить о спросе, то уже за неполные три недели у нас открыто несколько тысяч вкладов и объем приближается, насколько я помню, к полмиллиарду или 600 миллионов. Да, то есть вклад нашел своего потребителя. Счастливые проценты можно получить, открыв вклад и через интернет с помощью Сбербанк Онлайн. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет, открыть вкладку «Вклады и счета», найти раздел «Открытие вклада». В нем выбрать «Счастливый процент». Проценты для каждого клиента программа считает автоматически. Нужно лишь выбрать сумму и срок вклада. Далее нажимаем клавишу «Открытие» и вуаля, ваши деньги уже работают на вас. На все про все не больше двух минут. Что же касается безопасности, то и здесь волноваться не приходится. Сбербанк безопасности возведена в культ. Мы в первую очередь заботимся о безопасности наших клиентов. И мы вводим тот или иной продукт или ту или иную функцию, тот или иной процесс, только когда мы уверены в безопасности этого продукта, процесса. Сбербанк планирует и дальше радовать своих клиентов новыми акциями.